Благословение Господне да пребывает со всеми нашими богомольцами, собравшимися сегодня почтить воскресный день и день празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Мне вспоминается далекий 1992 год, когда я был пономарем, то есть прислуживал в храме Вознесения Господня в городе Екатеринбурге. И вот в воскресный день нам пономарям пошили новые красивые красные стихари. Храм был достаточно бедный, поэтому стихари у нас были желтые в основном на все праздники, а тут целый комплект красных, и мы выходили на службу вместе с батюшками в красных стихарях. Я помню, ко мне подошла женщина в конце службы и спрашивает, «А что сегодня за праздник? Все в красном!» И я ей ответил, сегодня Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Это был, по-моему, первый год, когда праздновалась память не одного кого-то из новомучеников, а, так сказать, собрание новомучеников, после того, как в 1992 году архиерейским собором Русской Православной Церкви к лику святых были причислены священномученик Владимир Богоявленский, священномученик Вениамин Митрополит Петроградский, с ним пострадавшие, преподобная мученица Елизавета Федоровна со своей крестовой сестрой Варварою. И это прославление положило начало той непростой, малозаметной для обыденного глаза работе, которая велась и ведется в Русской Православной Церкви. Потому что Церковь, она своих мучеников, она помнит о них, помнит тех, кто, по слову Тертулиана, раннехристианского писателя, стал семенем христианства. И вот с тех времен, не только начиная с начала века, когда Церковь вошла в такое непростое время, когда была признана институтом отжившим, а люди, причастные к ней, были признаны контрреволюционным элементом. И мы, к сожалению, видим, что в советское время множество священнослужителей, людей, близких к Церкви, подвергались гонениям исключительно за то, что они оставались в таких непростых жизненных условиях, неся исповеднический подвиг, то есть снова и снова говорили, что да, мы люди верующие, да, мы любим Господа нашего Иисуса Христа. Причем такие ситуации были очень непростые. В некоторых даже приходится такие рассказы читать, когда люди до последнего отстаивали свои храмы и отстояли. Например, там про какую-то старосту читал, которые вот к ней подходили, отдай нам ключи от Церкви, говорили. Она говорит, нет, я не отдам вам. Отдай, не отдам. И вот так человек, не отдав ключи от Церкви, зайти как бы замок сбить боялись. Нужна была какая-то видимость законности иногда, да. И вот иногда бывало так, что человек просто вот находился верующий, такой благочестивый, который вот одним своим присутствием на каком-то месте останавливал поток беззакония. Но я уже упомянул о том, что это был храм Вознесения Господня, где было такое первое торжество, которое мне запомнилось. Вот, но Церковь-то непростая была, потому что Церковь стояла на Вознесенской горке, стоит до сих пор в Екатеринбурге. На площади перед храмом находится памятник. Называется памятник Комсомолу Урала. Два молодых человека, юноша и девушка, со знаменем идут спиной к храму, идут куда-то вперед. Куда они идут? Буквально в двухстах метрах тогда находился пустырь, где в советское время еще сохранялся тот самый дом инженера Ипатьева, в котором в 1918 году в подвале дома приняло мученическую смерть, мученическую кончину семья последнего русского императора, страстотерпца Николая и его семья. Вот такое непростое место. И вот каждый раз, когда совершался день памяти новомучеников российских или так называемые царские дни, 17-18 июля, в нашем храме бывали торжественные богослужения и крестный ход на то место, где сейчас находится замечательный храм, который называется «Храм всех святых на крови». А сегодня тот особый день, когда мы чествуем не кого-то одного из новомучеников, а когда мы прославляем собор, то есть собрание. И мне хотелось бы показать вам такую брошюру небольшую, называется «Новые мученики» или «Радость встречи со Христом». Вот на том стенде, который находится слева от нашего музейного стенда, можно вот эту брошюрочку взять после окончания богослужения. Вы не бойтесь, у нас ее много, если что, да, есть большие запасы. С нами поделился храм новомучеников и исповедников российских в Строгино. Есть такой замечательный храм, построенный и освященный совсем недавно, и вот они как бы очень так чествуют новомучеников и стараются как бы проводить такую вот работу, да, по, как бы, чтобы люди как можно больше узнавали о мучениках, вот об этом поколении. Очень интересная книжица. В ней всего, не всего вот страниц, всего 20 страниц, да. Ну вот рассказано, наверное, самое важное, самое такое вот важное, что действительно можно и нужно знать по этому вопросу. В том числе даже приведена такая очень трагическая диаграмма, такая диаграмма, называется «Статистическая оценка репрессий против русской православной церкви». И вот здесь вот эти вот, как бы, такое, да, трагическая вот эта линия, пик которой приходится на 1937 год. Арестов по церковной линии 162 500, а расстрельных приговоров 89 600. Вот такая вот грустная статистика, которая говорит нам о том, что действительно, как бы, в нашем Отечестве были одни из самых жесточайших гонений за всю историю православной церкви, начиная с первых веков христианства и кончая нашим временем. Когда множество людей, только за то, что они носили имя христианина, так сказать, не отрекались от своей веры, несли вот исповеднический подвиг, когда снова и снова говорили себе, да, мы верующие, иногда и не говорили, а просто приходили в Дом Божий и тем самым исповедовали свою веру, рассказывали детям о Господе нашем Иисусе Христе, сохраняли святыни. Святыни. Вот с многими такими людьми мне пришлось, как уже настоятелю храма, встречаться уже за последние десятилетия, когда люди приносят старинные иконы в храм и говорят, эта икона находилась когда-то, мы не знаем, в каком храме, наши родственники приняли ее на хранение. Вот, эти святыни мы, как можем, стараемся и расчищать, и, так сказать, с благоговением хранить. Вот в нашем храме есть несколько таких святынючек, ну, вы знаете, все наши такие, как бы старинные иконы, древние иконы. Вот, и через это тоже происходило исповедание веры, потому что за хранение подобного рода вещей можно было получить конкретный срок. За хранение богослужебных книг, за хранение священного писания, за хранение икон. Вот, так сказать, давали конкретные сроки, как пособникам контрреволюции. Вот такое непростое время мы пережили, и, конечно, мы уже говорили о том, что, по слову Тертуляна, кровь мучеников – это семя христианства. И надо сказать, что каждый новый храм, построенный в наше время, это тоже семя христианства, потому что каждый храм, новопостроенный, находясь в том или другом месте, он свидетельствует о Господе нашему Иисусе Христе. К сожалению, не так много людей, которые слышат это свидетельство, которые принимают его, которые отзываются на свидетельство. Вот если, самый такой простой пример, вот у нас, чтобы наш храм заполнить, наверное, нужно людей, и вот просто половина подъезда с соседнего дома, если бы пришло вот так все вместе, уже храм был бы заполнен. А так мы, получается, получается наш маленький храмик, он на все, можно сказать, север Бибелевского района. И вроде бы, как говорится, хватает. Ну так относительно, конечно, бывает иногда людей побольше, поменьше, но даже Великим постом, когда мы совершаем две божественные ритургии, не сказать так, чтобы не было возможности для людей войти в Дом Божий. Слава Богу! Это я о том, что каждый храм несет особую миссию, особую миссию свидетельства. Как мученики, так сказать, были свидетелями Господа нашего Иисуса Христа, так и каждый Дом Божий, построенный в наше время, он несет вот эту особую миссию свидетельства о Господе нашем Иисусе Христе. Точно так же, как эту добрую миссию несем все мы с вами. Потому что люди, они смотрят на нас, видят наши добрые дела и прославляют Отца нашего Небесного. Да будет так по молитвам святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Напоминаю, что завтра в нашем храме начало богослужений в половине девятого, часы, в девять часов встреча архиепископа Матфея и начало, так сказать, божественной литургии, после которой, так сказать, завтра будет известно, какой будет порядок небольших служб, потому что, скорее всего, будет славление новомученика, мы пропоем Тарапарь, Кондак, Величание, прочитаем молитву, и по уставу завтра положено совершать короткую заупокойную службу, литию, за всех тех, кто в годы гонений пострадал за веру Христову. Вот поэтому, дорогие мои, если у кого-то есть такие вот близкие, родственники, или если вы знаете таких людей, то можете подать такую особую записочку вот на эту литию архиерейскую, которая будет как раз служиться в конце, так сказать, нашего общего богослужения. Вот, ну а как я уже сказал, водосвятный молебен, который мы обычно служим по воскресным дням с 8 утра, мы переносим, ну из-за такой вот, как бы много будет людей к нам приедет, и чтобы нам все, так сказать, было ровно, спокойно, то водосвятный молебен мы переносим на вечернее время. Завтра в 5 часов водосвятный молебен с чинопоследованием Акафиста перед Федоровской иконой Божьей Матери. Всех вас с праздником! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова